Музыка Господь несколько дней побуждал меня пойти в Первый Коринфянам. И я не знал, что там будет. А перед этим Господь положил довольно много дней назад на сердце слово из Первого Послания Иоанна. И вы теперь догадаетесь, когда я прочитаю с Коринфянам, вы догадаетесь, почему Господь побуждал туда. Я говорю совершенно не придумывая. Просто я вот даже лежал на постели один день, другой день, когда ложился спать. И Третий Господь напоминал мне, что посмотреть Коринфянам. Я стал читать Коринфянам и сразу 1.9 обнаружил то, что сегодня прочитал, но то, что я читал в Другом Евангелии несколько дней до этого. Я понял, что Господь, Он хочет, чтобы я сказал об этом. Но сначала меня, прежде чем было Коринфянам, то несколько дней до того, мне слово коснулось из Первого Послания Иоанна. Первое Послание Иоанна, первая глава, посмотрите, дорогие мои, здесь написано, что о том, что было от начала, что мы слышали, видели своими очами, что рассматривали, что осизали руки наши, о слове жизни. То есть послание о Слове Божьем, о Христе, которого осизали руки. Это явление. Это явление воскресшего Господа. Когда Иисус явился, Иоанна 20 глава, Он показал им руки и ноги свои. Когда они думали, что они видят Духа, Он сказал, осизите, то есть дотроньтесь. Потому что Дух плоти и костей не имеет. Они вновь получили общение с Иисусом. Они вновь получили реальное общение с Иисусом. И тогда, когда они еще не верили, Он попросил у них пищу, часть сотового меда Он ел перед ними. И они обрадовались. Господь коснулся их. Иоанн пишет этот стих, и вообще все слово, оно перекликается, оно рассказывает об истине Господа. Видите, мы слышали, как Иоанн написал слова Иисуса, что «Кто возлюбит Меня, тому Я явлюсь Сам». Это исполнилось в день воскресения. И это исполняется также в жизни многих верующих. Тысяч христиан Он является. Он явился к нам сюда. Я чувствую Его. Я чувствовал веяние Духа. И мы многие были, кого-то Бог коснулся, и мы чувствуем присутствие Бога. Не так ли, дорогие? Аминь. Это явление Господа. И это ценно, потому что Он с нами. И здесь сказано, что мы видели, что мы слышали, что рассматривали. Ученики рассматривали Его. А Он показал им ребра, пробитые копьем. И они осязали руками, они дотрагивались. Это было слово жизни. Ибо жизнь явилась, и мы видели и свидетельствуем. То есть, это доказательство, свидетельство. Петр сказал, мы были с Ним на Святой горе. Мы слышали голос с неба, который пришел оба Иисусе. Что Ты, Сын Мой возлюбленный, Его слушайте. Это Сын Мой возлюбленный, Его слушайте. Когда Иисус крестился, тогда Иоанн слышал голос. Это Сын Мой возлюбленный. В Тебе мое благоволение. Ты, Сын Мой возлюбленный. Поэтому Иоанн поверил. Иоанн Креститель поверил. Также после этого тут же пошли ученики за Иисусом. Двое учеников. Значит, они тоже слышали. Очевидно, они слышали этот голос. И голубь опустился на Христа. И здесь явление Господа, оно описывается. Жизнь явилась, скажем, явилась. И мы видели и свидетельствуем, возвещаем вам сию вечную жизнь, которая была у Отца, и явилась нам. Мы говорим, явление во Христово воскресенье. Явление славы Божьей. Это то, что Бог предлагает нам. Это то, что Он нас зовет. Мы обычные люди. Мы можем делать обычные дела. Думать об обычных вещах. Когда идем покупать или подметать, или что-то делать. Но Господь хочет являться в нашу жизнь. И написано, Он дал ему являться. Не всем, но избранным от Бога написано. Явление Господа, духовное явление, или явление как видение, это милость Господа, это благоволение. Я явлюсь Ему сам, говорит Господь. И наша жизнь, это жизнь веры. Мы живем верой, написано. Не тем, что мы видим Господа, не видением Господа. И ценно то, что человек не видит, но верит. Но, тем не менее, Господь проявляет себя. И Он хочет являть себя в наших служениях, в нашей жизни, в наших делах. Слава Господу! О том, что мы видели и слышали, говорит Иоанн в третьем стихе, возвещаем вам, чтобы и вы имели общение с нами, о наше общение с Отцом и Сыном Его Иисусом Христом. И это пишем вам, чтобы радость ваша была совершенна. Здесь прямо указывается о том, что возвещается общение и явление Господа, которого они осязали, которого слышали, которого рассматривали. Возвещается общение с Ним. Возвещается общение с Ним, явление Его в нашу жизнь. Поэтому воскресение Христа, оно приносит нам общение и общение с Отцом, Сыном Иисусом Христом. И 2 Коринфянам 13.13 написано «Общение Святого Духа». Общение Святого Духа. Общение Святого Духа. Без общения с Богом нет пребывания в Боге. Без общения, общение — это общность, нет воссоединения Духа Человека и Духа Святого. Без общения Бог находится на расстоянии, или мы находимся на расстоянии от Бога. Без общения мы не слышим, без общения мы не видим, не понимаем, мы заблуждаемся. Без общения с Богом мы не чувствуем Его. Без общения с Ним мы можем не принять и не получить Его исцеление, ибо мы разделены с Ним неверием, сомнением, заботами, грехом, другими какими-то преградами. Бог хочет иметь общение с нами. И Павел говорит, благодать Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа со всеми вами. Верен Бог, Которым мы призваны в общение Сына Его Иисуса Христа. Христос воскрес, чтобы быть с нами. Он сказал, я с вами во все дни до скончания века. И мы понимаем, что Он быть с нами может только через Святого Духа Божьего. И поэтому в Иоанна сказано, что когда я пошлю, когда я пойду, я пошлю Его вам. Это хорошо, чтобы я пошел. Господь говорит, я не оставлю вас сиротами. Иоанна 14, 18. 14 глава, 18 стих. Это говорится о том, что Господь не хочет нас оставить одних. Я приду к вам. Еще немного мир уже не увидит меня. Иоанна 14, 19. А вы увидите меня. То есть вы воскреснете. Я воскресну, вы увидите меня. Ибо я живу, и вы будете жить. Еще немного мир не увидит меня. Вы помните, Бог не явил себя миру. Он явил себя ученикам, потому что они уже веровали. И Он говорит, мир не увидит меня, а вы увидите меня. Посмотрите, каждый стих Писания, он является пророческим. Каждый стих Евангелиана, он пророчески исполнен, или исполняется, или будет исполнен. Как написано, верующие в Меня дела, которые я сотворил, и Он сотворит. Это пророческая весть. Аминь. Потому что я к Отцу Моему иду. Господь говорит, еще раз, 18 стих. Не оставлю вас сиротами, приду к вам. А выше сказано, я умолю Отца и даст вам другого утешителя. Господь понимает, что нам нужно утешение. Нам нужен тот, кто утешает нас, ободряет нас. Его присутствие порой, без слов, сверхъестественно утешает нас. Друзья, слушаем, будем слушать, куда Господь ведет нас. Иногда у вас есть побуждение прогуляться. И вы, может быть, даже не думали об общении с Богом. Вы просто идете, чтобы подышать воздухом. И вдруг вы чувствуете, как Господь приходит. Он использует эту возможность, когда вы отвлекли свой взор от забот и дел. Я чувствовал так, пройтись. Иногда чувствовал перед собранием пройтись, просто прогуляться. Но вдруг Господь был так близко. Иногда я просто шел. Я шел, потому что это нужно физически. И когда я шел, я обнаружил, что я даже не просил его. Я даже не молился. И вдруг я ощутил помазание. Я ощутил присутствие, которое на собрании мы чувствуем. Я был очень благодарен. Это могло держаться сколько-то часов. Господь как-то сопровождает, идет. И потом это незаметно переходит в обычные дела, потому что ты начинаешь говорить или реагировать, или отвечать на слова, или ты видишь кого-то, или встречаешь кого-то. Господь нас призвал в общение. Он воскрес. И Он сказал, я явлюсь вам опять. Я приду. И Он говорит, я живу, и вы будете жить. Это значит, мы будем жить в Нем, с Ним. Жить как Он. Это слово, которое запомнилось мне с 1987 года. Александр Попов, этот муж Божий, он проповедовал. И Он ревно так сказал, я живу, и вы будете жить. Господь сказал, что я живу, и вы будете жить. Это один из таких сильных слов, которых я слышал. Это было так сильно, что слава Господу. И Он говорит, в тот день вы узнаете, что Я в Отце Моем. Вы во Мне, и Я в вас. Смотрите, вы узнаете в тот день не только, что Я в Отце, что Я Бог, что Я пребываю во Христе, в Отце, что Я воскрес, а вы познаете, что Я в вас, и вы во Мне. Вы узнаете это. Вы познаете это. Господь стал реальным. Вы живете. Я живу, вы будете жить, и вы узнаете, что Я в Отце, и в вас, и вы во Мне. Друзья, присутствие Господа в нашей жизни, это исполняет то, что Иисус в Боге, и Он в нас, и мы в Нем. Слава Господу. И дальше обещание. Я влюсь Ему сам. И опять Господь говорит, 23, что мы придем, обитель сотворим. И Он говорит, Дух Святой наполнит вас и научит вас всему, что Я говорил, мир мой оставляю вам, мир мой даю вам. Дорогие друзья, нам необходимо Его присутствие. Он говорит, что если вы пребудете во Мне, то есть будем в Божьем присутствии, то мы принесем много плода, мы получим Божье благословение. Бог даст нам принести плод, и о чем говорил брат Анатолий в начале собрания. Плод. Мы получим результат. Результат, который мы не можем получить сами по плоти, а с ним мы можем получить. Мы сможем принести плод любви, то есть любить тех, кто находится в плохом состоянии. Я вчера слышал свидетельство о том, как один брат, христианин, он купил дом, по-моему, это было в Украине, он купил тот дом, который никто не мог, кто бы не покупал, его продавали и уезжали. Там было очень трудно с соседями, и просто много хозяев сменилось, никто не мог там жить. Но он купил этот дом, и он увидел атаки, но он принес правильный плод. Он вышел в свой сад, и человек, сосед, именно который поступал плохо, он неожиданно топтал его картофель, и он вышел к нему, и он стал топтать картофель вместе с ним. Он сказал, правда, давай, что он тут мешает? И другой день, он, там было другой случай, вот, просто, извиняюсь, забыл, тоже случай, то есть он, а, дерево рубил, он вышел в сад, а он ломает его, яблоню, дерево ломает. И этот брат говорит, слушай, правда, давай ее спилим, правда, тут мешает тебе. Солнце, он был так удивлен. И этот человек приобрел его, он приобрел его плодом любви, и они стали друзьями. Мы видим, как мы можем с Божьей помощью, пребывая во Христе, приобрести людей, приобрести тех, кто может воровать дрова, те, кто могут оскорблять, кто могут говорить нецензурные слова. если мы пребудем во Христе, если мы пребудем в Нем, то из общения Святого Духа мы скажем правильные слова человеку, мы произнесем это правильно, не по плоти, мы приобретем сердце. И человек, он будет приветлив, он будет здороваться. Два года человек не здоровался, а теперь здоровается на расстоянии. Еще за 10-15 метров он кричит, здравствуй, привет, привет. Он говорит, как дела? Человек, который не хотел здороваться, теперь сам здоровается, причем издалека уже начинает здороваться. Это сделает Господь, аминь, потому что Он живой, Он воскресший. Мы верим в живого Господа, друзья, мы верим в живого Господа, слава Ему во веки, слава Ему. Кто хотел бы воздать Ему славу, я просто прославляю Его. И Господь говорил ученикам об общении, потому что они жили этим. Он сказал, недолго мне быть с вами. Куда я пойду? Вы не можете прийти, Он сказал в одной главе, если я не ошибаюсь, 7 или 5 глава. Куда я пойду, вы не можете прийти, Он сказал народу. Они говорят, куда он может идти? Неужели он хочет убить себя? Они не знали, о чем он говорит. Куда я пойду, вы не можете прийти, но еще недолго я с вами. И народ не понимал этого. То есть Иисус, Он говорит, пока есть свет, следуйте за светом, или верьте в свет, и будете сынами света. Смотрите, Он был с ними, Иисус был с ними, Он общался с ними, и Он говорит, мне не долго быть с вами. И Он говорит, от того, что я вам это сказал, ваше сердце исполнилось печалью. Это настоящая любовь, настоящее единство. Как можно представить, что Иисус не будет с ними? Как это так? Неужели эти три года и все? Некоторые думали, а мы-то думали, что это пойдет и пойдет, и потом царство земное сразу Господь восстановит. Но нет. Господь хотел, чтобы еще родились миллионы людей, и чтобы еще миллионы были спасены. Если бы тогда были спасены люди, больше бы никто не спасся. Все. Закончилась бы эра спасения, время благодати. Но Господь знал, что с трудностями, скорбях, среди гонений, войн и скорбей будут рождаться миллионы людей поколений и будут через веру принимать Христа. И Бог оценит их веру и возьмет их в свое царство. Аминь. Бог хочет, чтобы население земли, которое должно было быть жить вечно, но которое стало ограниченным, которое получило, может быть, несколько тысяч лет жизни вместо постоянно из-за грехопадения Адама, чтобы в течение этих шести-семи тысяч лет, Господь столько бы людей мог взять, сколько только возможно в свое царство. Столько их людей сделать счастливыми. Столько людей утешить, исцелить и благословить. На веки веков то, что потерял Адам, Он даст гораздо больше. Там будет это дерево жизни. Там будет река текущая через этот город. И деревья, которые будут приносить плоды. Там будет молодой или старец будет как молодой. Да, это будет, потому что Христос воскрес, потому что Он дал нам вечную жизнь. Аллилуйя! Аллилуйя! Мой отец сказал, что, написал, сказал мне по телефону, что недавно видел маму, первый раз после ее смерти. И он сказал, я видел Тоню, говорит, она пришла ко мне, и она была такой молодой, вот как 30 с лишним лет, ну может 40, но 30 с лишним лет. И он говорит, мы так общались, говорит, я обнял ее, не знаю, может быть, Господь скоро заберет меня. Это он так предположил. И так же было сновидение другому родственнику, там Яше, было сновидение, что мама пришла к папе. И, ну, факт то, что она была молодой и красивой. И я хочу сказать, Царствие Божие, все красивые, правда же? Аминь. Там все здоровые, там все прекрасные, потому что там сам Господь. И общение с Богом, оно дает нам жизнь, как написано, я живу, вы будете жить. Жизнь явилась, и мы свидетельствуем, возвещаем эту вечную жизнь, которая была у Бога, явилась нам. Аллилуйя. И Иоанн говорит, чтобы вы имели общение с нами, наше общение с Отцом и Сыном Его и Иисусом Христом. И дальше сказано, это пишем вам, чтобы радость ваша была совершенна. Общение с Богом, оно дает совершенную радость. И именно оно дает совершенную радость. Когда верующие говорят, что самое лучшее, это время общения, это совершенно правда, кто познал это. Общение с Богом дает совершенную радость. И Бог призывает нас к общению Сына Его, Иисуса Христа. Мы будем радоваться. Когда мы идем в собрание, идем когда в собрание, где был Господь, где присутствовал Господь, наше сердце радуется, мы счастливы, мы наполнены неземной радостью, нам даже хочется это сохранить, где-то побыть, может быть, одному какое-то время, насладиться, знаете, вот этим вкусом благословения, как-то ощутить это еще раз или сохранить это как можно дольше. Такое желание в моем сердце. Прийти и как-то немножко еще побыть вот в этой атмосфере, сохранить это в своем сердце, потому что Господь коснулся меня вместе с вами в собрании, и это есть подарок от Бога, Его пообщение, Его явление, слава Господу. Итак, 1 Иоанна 1,4, радость совершенна. В одном сказано вместе, что неизреченная радость и приславная, то есть сполнена славы. Господь Иисус также обещал эту радость ученикам Евангелия от Иоанна. Он сказал в 16 главе, 24 стихом, Он сказал, в тот день, хорошо, выше прочитаем, от Иоанна 16,21. Женщина, когда рождает, терпит скорбь, и ей тяжело, и скорбно, больно, потому что пришел час ее, но когда родит младенца, уже не помнит от радости. Так и вы теперь имеете печаль. Иисус прощался, это было на тайной вечере, Он сказал, вы имеете печаль, но я увижу вас опять, и возрадуется сердце ваше. И радости ваши никто не отнимет у вас. Вот никто не заберет этой радости больше. Поэтому печаль будет нечто временное. Бог говорит, заменю печаль их на радость. Я утешу их скорбью. Я возьму или одежды сетывания, да, верну в ликование, Господь говорит, Исаии обещает, через пророка Исаию. Господь говорит, что «До ныне вы ничего не просили во имя Мое. Просите и получите, чтобы радость ваша была совершенна». Друзья, чтобы наша радость была совершенна, нам нужно молиться, просить. Молитва, молитва – это общение с Богом. Молитва, прошение. Вот когда молодежь собирается вместе и молится, именно ищут Бога, и им хорошо, они имеют радость. И потому что там присутствует Господь. Именно они ищут общение, ищут Бога. И это правильно. Он являет себя. И поэтому молитва, она является привлекательной, она привлекательной для нашего духа, для нашего сердца. Это лучше, чем если бы мы пошли и просто рассматривали товары и костюмы и вещи. Это гораздо лучше. Мы свободны от вещей, действительно свободны. Я думаю так, я верю, что мы так. То есть Бог дает, мы радуемся, мы благодарим Бога. Но мы свободны. Итак, это общение дает совершенную радость. Бог обещал. Это действительно так. Теперь, это общение, есть общение духа. Это не общение плоти. И общение духа, это, об этом говорил Павел, если есть какое общение духа, филиппийцам 2 глава, если есть какое отрада, то есть счастье или утешение любви, если есть какое милосердие и сострадательность, то дополните мои мысли, имейте одни мысли, имейте ту же любовь, будьте единодушны и единомысли. Итак, есть слово, филиппийцам 2.1, если есть какое утешение во Христе, если есть какое отрада любви, отрада, это счастье или утешение любви, если есть какое общение духа. Итак, общение, которому Бог нам дает, это духовное общение. И верующие были в общении в Иерусалиме, это было духовное общение. Они, конечно, физически видели друг друга, но это не было общение по плоти, это не были анекдоты глупостей, шутки, это было общение духа. Бог дает нам общение духа, общение Святого Духа, 2 Коринфянам 13.13, Он дает нам общение веры, об этом сказано Филимону, чтобы общение веры твоей сделалось деятельным в познании всякого у вас добра во Христе. Филимоном 1.6, чтобы общение веры твоей оказалось деятельным, то есть действующим. Общение веры. Павел говорит, я хочу разделить с вами общение, поделиться общей верой, вашей и моею. Общение – это когда вера, когда искра зажигает искру. Знаете, когда огонь, искра, одна спичка приходит в контакт, в общение с сгораемым веществом, образуется энергия. Вчера подошел и зажег костер, там были веточки, и это вспыхнуло, потому что это общение, это огонь, искра, приходит в общение и воспламеняет. Когда мы приходим в домашнюю группу или где-то молимся с верующими, это возжигает наш светильник, это общение Бога, оно становится деятельным в познании всякого добра во Христе. Эта женщина из Валга, хорошая христианка, она рассказала, что она раньше не понимала про славление и хвалу, о том, что она выросла в Баптистской церкви, но они крещены Духом Святым. И однажды она была в собрании Харизматической церкви, и она не понимала, и ее сердце не было расположено к песням, и вдруг неожиданно она увидела, как видение, как из каждого отдельности человека шли такие капли, такие ручейки такого света, и они соединялись вместе в огромный пучок, и там была слава Божия, она услышала слова, Бог ей сказал лично, и она поверила, что Господь, Он хочет поклонения и прославления, чтобы не только мы пели старые песни по сборникам, но чтобы мы поклонялись и прославляли. И тогда я сел за пианино и стал петь Иисус имя всех выше, чудный спаситель, славный Господь, свои руки к тебе поднимаю, Господь, и устами моими прославляю тебя. Они сказали, какая чудесная песня, слава Богу, мы имели замечательное время. Поэтому она видела, видела, вот от Бога получила откровение, что это угодно Господу. Также другая женщина как-то пришла к нам из другой общины, и она увидела, как прославление возносится так же, вот такой свет идет из народа, как серебряный свет, вдруг поднимается, Бог открыл ей, что это угодно Богу. И поэтому, когда мы слышим критику на хвалу, на прославление, на вопрос веры или исцеления, или что-то, конечно же, это приносит определенную борьбу и переживание, оно нас может как-то поколебать, если мы не утверждены, что нужно ли так, вот кто-то против, кто-то критикует, но если мы будем это делать, мы получим общение с Богом, через веру, через прославление, через молитву. И так сказано, просите получите, чтобы радость ваша была совершенной, и дальше сказано, что вы ничего раньше не просили во имя Мое, теперь просите во имя Мое, у вас есть Мое имя. Вы знаете, когда Иисус воскрес, и Он вознесся на небо, и мы знаем, через 40 дней будет Его вознесение, ну, меньше, чем 40 дней, то Господь оставил нам Своё имя. Вот это имя, оно у вас, оно духовно, но оно у вас. Вы не можете показать его в виде физической печати, вы не можете поставить Его подпись или увидеть Его подпись, как на бланках фирмы, но вы знаете, у вас есть Его имя, вы произносите Его устно, это имя Иисуса. Именно именем Иисуса вы попросите, и вот когда Господь говорит, я буду с вами, или я уйду, потом опять приду, но теперь вы будете пользоваться моим именем. Поэтому, когда человек на расстоянии, вы используете его имя, вы говорите, что я вот такой-то имени и фамилию. Я позвонил, мне позвонили вчера из охранной фирмы, они сказали, что у вас работала сигнализация, я говорю, все в порядке, только что там 4 человека, они снимали при мне сигнализацию, они сказали мне, назовите пароль, я говорю, знаете, я не помню, но там, говорю, Наташа Медведева на месте, там все наши на месте, они говорят, скажите ваше имя, я сказал свое имя, ну, все в порядке тогда. То есть, это имя у них числилось в списке, но тех людей, которые имеют право знать пароль, и которым они могут, ну, позвонить и как бы доверять. Но, это наше имя, потому что оно земное, но оно зарегистрировано где-то, но имя Иисуса, это победоносное имя, и оно всюду, оно всюду действует, поэтому, когда Христос воскрес, Он подарил тебе свое имя, имя Иисуса на твоих, будет на наших челах, то есть, на наших лицах. Когда придем на небо, там что-то будет, может быть, у кого-то будет написано чудное, у кого-то верное истинное, у кого-то будет написано Иисус, у кого-то будет написано Спаситель, у кого-то написано Иисус из Назарета, но я думаю, что имя Иисуса будет на наших одеждах, на наших челах, правда же, вы верите в это? Аминь. Дадим Его хвалу. Аллилуйя! Христос воскрес!